всем привет с вами марина и это фифа by girl мой канал посвященный фифе сегодня у нас продолжается карьера за ювентус впереди рома ой 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 аталанта сам дори открытие зимнего того два очка от интера игра в запасе центром 3-3 мы откатали очень надеюсь что с ромой мы сыграем гораздо лучше ну все поехали давай юве верю тебе это куда было кришти 1-0 честно отдавала на квадрата но почему-то роналду отдал не того посчитал нужным отдать не на свободного квадрата куда-то налево и как вы видите потом мяч к нему отскочил и он забил вот это гол вот смотрите на давала права нет он как-то странно сыграл но ничего 22 гол должен быть его до 1-0 отличное начало так это не офсайд это не офсайд но у ромы прекрасно играет кто там был на воротах то как он так отбил а и снова вратарь на месте о это лопес из леона у них стоит не очень высокий вратарь но прыгучий квадрата пожалуйста мимо угловой ну лопес что творит а ой 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 спасибо донорума спасает вообще ворота какой был удар а вот что сделал дыши ли а что сделал чуть не доигрался спасибо донорума отбил прессинговали там дыши ли ему некуда было паса дать он захотел выбить ой фоли руганье ругани фоли да ладно да почему красный это правда за что за что даниэль и получает красный да сзади по ногам ну что это опасный штрафной кого-то надо сыграть убирать с игры снимем квадрата выпустим к елине так двойная замена у ювентуса вместо пьяни чем рэджан и вместо комона саны вот это гол вот это гол 11 вообще один совершенно очень красивый гол к сожалению христа на кришта на не знаю кто это забивает нам куда криштиану роналду 21 александр по-моему сделал этот гол ему ой щас опять дыши ли карточку может получить 22 2 джека забивать второй этаж проигран ну что ж такое то ой никто тут не выпрыгивает ну ка палу дебала ты вообще не заметен справа фланга мимо как близко да как так удаем бить а а ах угловой потерял им рэджан мяч в центре поля вышел ни о чем на замену так все два 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 да да напали мы проиграли с крупнейшим счетом с интером 3-3 а вот с ромой 2-2 десятером остались на нарушение ругани аталанта на восьмой позиции поехали едем в гости каталанте ну-ка бернардески верю в тебя парень ха ой невезение давай ювентус тяжеловато стало играть в этой части сезона честно вам скажу 1-0 палу дебала правда тяжеловато стало играть ну плюс еще соперники сильные были но все же я вижу как защитники оброняются не все по пять мячей надают к власти здорово здесь санэ открылся и нашел пау который реализует такие моменты частенько бернардески очень красивый гол как он забил а как он забил давайте смотреть повтор прям внес тыщ давайте еще раз в другой точке посмотрим вывернул стопу ой красавец лерой ударов у аталанта ноль у ювентуса шесть вот первый удар и гол вот это реализация дюван нам забивает но ребят я извиняюсь за это но воздух переигран и пьеллини не первый на мяче пьеллини вообще не поспевает в следующем сезоне пьеллини если мы приобретем деликта конкретно присядет на лавку интрига ничего простого вообще нет в этих играх я в за куда убегает из геллини куда он побежал почему он оставляет позицию ох опасно было третий держите это был паула дебалу по моему да в концовке первого тайма в раздевалку десятый гол его да интер выигрывает у напали да что же это за команда такая уже у ну я все-таки верю в напали что напали хотя бы отберет очки ничейку интер заработает в этой встрече уда прямо в арталя бернардески бьет ну что ж Милинкович Савич вместо бентанкура Штанга от бернардески Кингсли вместо Санэ и Куадрада вместо бернардески фланги оживим повезло повезло что этот парень который нас уже наказывал сегодня пробил штангу Консела она не убежит это не пенальти это что ж такое то а когда пенальти когда в каких случаях судья назначает пенальти Куадрада пожалуйста да и здесь Дебалу уроняют в рамках правил естественно и здесь Дебалу уроняют в рамках правил естественно мы выиграем 3-1 такая тягомотная немножко была игра мы долго были в конце без мяча Аталанта забрала мяч но ничего не смогла сделать 3-1 победа Ювентуса Интер выиграл Наполе 3 очка по прежнему отрыв у нас и впереди Сандория так Милинкович Савич хочет побегать да уж интервелацию рядом дышит на спину это при одном нашем поражении поехали дождь на Альянс стадион к нам есть в гости Сандория Опа Милинкович Савич 1-0 от штанги хорош он на цепь позиции он кстати удивительно хорош в своем росте метр девяносто он молодец у меня о нем какое-то сомнительное двоякое впечатление но он тащит нас иной раз бы тащит не то здорово так закладывает шведка и с пыру по всякому Донорума спасибо спасибо что ты потащил ближних да Ронард там ошибся между прочим в коем это веке Клеро ошибается � play как ошибся Касарас. Мы крутили его. Давай кинься. Да, Рафаэль на месте. Да, падал там уже при ударе блесна в люди, потому что дождь. И скользко. Квадрада. Да все мимо летит с правого фланга. Что ж такое-то? 1-0 по-прежнему. Ну да, 1-1, конечно же. Центр. Вот и такие часто голы нам приходят, когда центр провален. Джанк-то. Просто пас-пас-пас по центру. Ну давайте вместо пьянича Бентан-Кур. Вот этого Варелу посмотрим, потому что ком он уже все плывет. Ага, неким усиляться. Ну давайте Бернардески вместо квадрада. Тройная замена. Ну как? Я не понимаю. Мы не можем от ворот от своих отойти, а? Ну проигрываем сам Дори. Квалиарелл нам забивает. Что это такое? Играем составом не самым сильным. Да, ну... Дебал отдыхает. Санэ. Ну что это? Не можем от ворот своих... Уйти и все. Бернардески, пожалуйста. Вообще не понимаю. Этот парень собирается забивать? Ну как так, а? Как так один остается совершенно? Ну хотя бы ничью, пожалуйста, Ивентус. Что все уставшие-то такие? 2-2. Криштиан. Хочется уже и победы. Это индивидуальное действие Роналду. 2-2. Мы играем с Амдорией. В концовке практически минут за 5-6 отыгрываемся. Благодаря действию Криштиана. Да. Усталость сказывается на игроках. Подождите, 4 очка отрыв. Ой, Интер проиграл Эмполь 3-1. Вау. С ними тоже такое бывает. У нас открывается зимнее трансферное окно. Отчета составит. Так, Марко Галло. Ну, так. Вот этот парень, у него слабый разгон. С тобой завершаем. Тоже непонятно. Этому еще 15 лет. Окей. Финляндия хочет, чтобы мы их возглавили. Мы отказываемся. Барселона хочет пьяничать. У нас Тарина впереди. Так. Игроки. Название. Игрок месяца. Роналдо. Роналдо. Санне там был. Дебало. И кто-то еще из Удинеза. В декабре кто-то может получить это звание. 29 миллионов у нас. Ой, хотела бы приобрести, честно, вот этого парня в следующем сезоне. Этот дорогущий. Ну да. Нет, мы можем, конечно, попробовать его приобрести сейчас. Если пьянича продадим. Но 150 миллионов, да? А у нас 30. Если пьянича даже за 50, 80 будет. Нет. Не сможем мы купить этого парня. Штрыни. Я планирую Деликто. Бранд в следующем сезоне, наверное, будем покупать. Хотя там Талисо есть еще, который мне интересен. Талисо. Домбелем пока не можно купить. Погба дорогой. Ой, какой дорогой Погба. Вы говорили купить Погбу. Деликто можно, да? Можно Деликто. Много можно сейчас купить. Пьянич уже мне не так интересен, честно, сейчас. Нет, было бы здорово, если бы мы смогли, и вы хотели, чтобы я вернула Погбу, но у него нет денег. А Деликто сейчас брать нет смысла. В следующем сезоне уже будем его наигрывать. Так. Барселона приехала к нам. Семь-семь-пятьсот. Ой, не знаю, согласятся ли они. Да, согласились. Может быть, надо было восемь-семь-пятьсот. За Миралема там. Пьянич продан в Барселону, ребята. Семьдесят один с половиной миллион нам добавили. Ну что, попробуем с Саулем договориться. Сколько у нас денег, по-первых? Сто один миллион на зарплаты. Ну, даже сто пять. Погбар. Очень дорогой парень. Ну, у него силы удара, конечно. Ну, давайте попробуем. Просто попробуем договориться с Погбар. Вдруг получится. Кто знает. Если я скажу им восемьдесят восемь миллионов, что скажет на это мне Манчестер? Сто девятнадцать. А если я скажу девяносто пять? Сто тринадцать. А если сто два миллиона за поле? Сто десять. Что ж такое-то, а? А если сто пять? Пятьсот. Ой, у нас не хватит на зарплаты. А если сто три пятьсот? У нас не хватает на зарплаты. Манчестер согласен. Так. Погба, Погба. Или Сауль. Бранд в следующем сезоне. Давайте. Давайте Погбу. Хорошо. Попробуем с ним сейчас побеседовать. Вдруг он захочет. Это была не моя идея. Это вы хотели. А я к нему спокойно отношусь. Но я знаю, что он сможет нас тащить. Я так думаю. Я еще не знаю, сможем ли мы с ним договориться. Полтора миллиона наносим. Давайте на пять лет, Поль. 161 миллион отступных. Нет. Мы пас. Зарплату. Ну, обычно они просят... Давайте 280 тысяч. У него 250 было в Манчестере. Все. Погбу подписываем за 280 тысяч евро в неделю. У него шок, как вы думаете? У него какие-то грустные глаза были. У нас осталось? У нас вообще ничего не осталось. Поль Погба представлен болельщикам. В зимнее трансферное окно перешел этот парень к нам. Так, ребята. Вот такой состав у нас будет. На лавке Ломбарди и Варела. Посмотрим на этих парней. Если получится. Ну, поехали. Дебют поле Погба. Так, тут ясное дело. Нам вообще, как в любой игре, нужно брать очки. Тарина. Это наш принципиальный соперник. Я сейчас вспомнила об этом. Они с нами. В одном городе живут. Ой, ударный получился у Поля. Поль пробивал опять. Так, это не гол. Это не гол. Это наш кипер спасает. Сначала перекладин, а потом кипер. Паула. Нет, Паула слишком сильно мяч отпустил. Криштиану. Как? В защитников мяч попадает. Брозович, ничего себе. Он из Интера перешел в Тарина. Куда? Это как? Это как? Все перекрыто. На. 10 ударов и Юрия. А давай, Ювентус. Нужно выиграть здесь. Так, Коман выходит. Милинкович, Савич. Вместо мати, иди сюда. Идет Пагбан. И все, нам неким усиляться. Давайте кин вместо Куадрада. Посмотрите на это. Я вообще ничего не могу. Так вот сделаем. Не знаю. Где же победы, а, Юве? Куда? 1-0! Это был Мойса Кин. Фух. Спокойно. Очень тяжелая игра. Тарина нам ничего не давала вообще. Роналду голевая. Тут защитник ошибся. Мойса как прокинула. Вперед. О-о-о-о-о-о-о-о-о. Вот это сейф от Донорумы. Вот это сейф в концовке. Давай свести, судья. 1-0! Еле-еле! Мы выигрываем в этом дерби. Пагба себя никак не проявил. Пару раз ударил, но все еще впереди. У него, я в это верю. Интер там, наверное, выиграл. В первом тайме он выигрывал. Да, Интер уверенно 3-0 у Удины выиграл. Давайте посмотрим отчетики. Ну, давайте подпишем. Португальца этого, правда, ему 17 лет. И этого португальца. Далее. Испанцы. Ну, давайте. И Италия. Итальянчиков. О-о-о! Двухметровый Мишель Эспозито. О-о-о! Давайте его потренем. Посмотрим, кто у нас из вратарей лучше будет трениться. И Конти. Награда тренера. Тренер года. Вау! 4 очка отрыв от Интера. Далее Лацио, Рома, Милан. А внизу Фразенона, Кьева, Дженуа. В следующем выпуске мы сыграем против Ливорна в 1-8 финале Кубка Италии. Кьева, Верона, Лацио. Закроется зимний ТО. И будет Парма. Пагба пока еще не в лучшей форме. Давайте сразу сделаем новый состав. Назовем его Дубль. Вот так вот. Вот такой вот запасной состав. В следующем выпуске мы будем вот таким составом играть против Ливорна. Всем большое спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться и ставить лайки. Ну или дизлайки, как вы считаете. Но мне кажется, эта карьера достойна лайков. Интер нам на пятки выступает. Всем пока с Алью Ахаба. Болейте только футболом. И скоро выйдет новый выпуск. Пока.